МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На самом деле наше сообщество, наверное, молодое, если брать по каким-то общепризнатным меркам, нам уже практически два года. Мы официально зарегистрированная организация, то есть мы не просто группа родителей, мы официальное юрлицо. Поэтому мы можем официально писать различные какие-то письма, ходатайства, запросы. Так что мы очень серьезная организация. И на самом деле это радует, что у нас очень много родителей. Мы объединяем родителей нашего Одинцовского района. У нас есть членский билет, то есть официально родители вступают в нашу организацию, им выписывается членский билет. Поэтому на самом деле мы такие достаточно серьезные. А насколько активны родители в Одинцовском районе? На диване мы активны все. А вот какие-то реальные действия зачастую предпринимают единицы. Вот сколько сейчас активных родителей насчитывается? Ну, на самом деле, Жень, вы понимаете, что когда вопросы касаются детей... Тут многие готовы встать с дивана. Да, тут многие готовы. И на самом деле, наверное, это самое важное и самое главное, что волнует нас как родителей. Поэтому детское здоровье, безопасность, обучение, вообще комфорт, это самые главные приоритеты. Потому что, ну, давайте говорить откровенно, что родители это основные люди, которые заинтересованы в том, чтобы дети были успешны, счастливы, здоровы. И как бы от этого и родительская активность. Поэтому очень многие вопросы, конечно, вызывают у нас, скажем, большой отклик. И какие-то вопросы действительно мы поднимаем и обсуждаем, выносим, скажем, на обсуждение каких-то и чиновников, и нашей администрации. Потому что, ну, скажем так, если их не решать, то, наверное, скажем, да, как-то ничего хорошего не... Сами вряд ли решат. Сами вряд ли решат, да. Или как-то будут там от нехватки информации, скажем, будет тоже какой-то вакуум, что, я думаю, не очень хорошо. Ну, и это, кроме того, хороший способ наладить взаимодействие между родителями и вот теми самыми госструктурами. Безусловно. Потому что госструктуры могут о каких-то проблемах просто не знать. Соответственно, госструктуры иногда не умеют доносить информацию до родителей. Ну, да, можно сказать, что вот мы, скажем так, вот как бы между нашей родительской общественностью и чиновниками нашего района, да, администрации, управления образованием. И надо отдать должное, да, и сказать, что это очень здорово, и действительно мы это ценим. То, что администрация района управления образованием настроены на диалог, настроены на контакт с родительской общественностью. Потому что если бы это не было, вообще бы не было смысла все это затевать. и, скажем, общаться, да, потому что можно, как, скажем, как вечи, да, собраться что-то, поговорить, пошуметь, разойтись. Как на родительских собраниях бывает. Ну, бывает, да, зачастую, поэтому вот такой опыт, наверное, не приемлен для нас, то есть, как бы, с одной стороны, мы дорожим и своим временем, и временем других людей, поэтому, если есть какие-то вопросы, их надо решать в конструктивном диалоге. — Сообщество родителей, организация молодая, ко всему новому у нас относятся настороженно. Вот насколько тяжело было добиться этого принятия в тех же самых госструктурах? — Вы знаете, ну, вот в нашем районе это было достаточно легко, потому что, на самом деле, изначально глава нашего района Андрей Робертович Иванов поддержал эту инициативу, да, и он тоже сказал, что он видит необходимость создания такой структуры, потому что у нас очень много родителей, у нас много детей, и мы знаем, что, ну, Одинцовский район один из самых, так скажем, густонаселенных в этом плане, поэтому, наверное, на определенном моменте, на определенном этапе возникла такая необходимость. Поэтому это очень здорово, так скажем, и наши интересы, и, скажем, и необходимость в таком сотрудничестве, вот как-то так, знаете, сложилось. — Хорошо, что все понимают необходимость этого. А как часто заседания проходят в родительственном сообществе? — Обычно раз в месяц, но единственное, вот летний период, наверное, как-то у нас выпал, потому что, ну, скажем, если чиновники, может быть, летом работают, управление образованием, тоже они стараются максимально быстро все сделать, да, какие-то вопросы решить к началу учебного года, то понятно, что родители, дети отдыхают, поэтому мы тоже взяли тайм-аут. Но вот сейчас начнется учебный год, я думаю, что в середине сентября будет наше очередное заседание. — Несколько заседаний родительского сообщества снимала и съемочная группа ОТВ, причем присутствовала она на одном из самых сложных, накануне подачи заявлений в первый класс в Одинцовские школы. Давайте посмотрим, как это было. Главной целью всей работы сообщества родителей Одинцовского района является создание максимально комфортных условий для пребывания детей в школьных и дошкольных учреждениях, а также налаживание конструктивного диалога между тремя гранями образовательного треугольника педагог-ребенок-родитель. На очередном заседании сообщества обсудили ряд важных вопросов. — Как всегда, самые актуальные, самые важные вопросы сегодня будут подниматься родителями. Это вопросы питания в школьных столовых и в детских садах. Это вопросы охраны и безопасности в образовательных учреждениях. А также, наверное, мы хотим обсудить вопросы, связанные с досугом наших детей. Что нужно сделать для того, чтобы жизнь наших детей была наполнена еще больше интересными, какими-то полезными, замечательными событиями. На встрече были гости к руководителю Одинцовского центра сопровождения. Было адресовано больше всего вопросов. Психолог заверил обеспокоенных родителей, что атмосфера в учреждениях образования позитивная. Вспышек агрессии среди учащихся не зафиксировано. У нас в районе люди проживают активной жизненной позицией. И это прям вот видно. Они горят своими школами, своими детьми. И вопросы насущные. Они знают, что в школах делается. Это вообще здорово, когда в школе есть такие помощники для учителей, для администрации и своим детям. Одна из ключевых тем заседания — работа системы безопасности в школах района. В этом направлении родители ведут активную работу совместно с управлением образования, указывая на недостатки и выделяя слабые стороны. Перед началом февраля много звонков поступает на горячую линию сообщества. Родители интересуют правила подачи документов на поступление в первый класс, закрепление школ за определенными территориями. Первое февраля — такой сложный день будет для многих родителей. И хочется, чтобы, ну, скажем так, прошло это менее нервно, менее болезненно, чтобы, в общем, у всех людей была полная информация, как эта процедура начнется и пройдет. Какие нужны документы, какой будет регламент. Ну и, соответственно, все знали, к какой школе относится их ребенок. Звонят не только с этим вопросом. Мам и пап района беспокоят все, что касается их детей. Ведь в школе они проводят основную часть своего времени. В прямом эфире телекомпания «Одинцова» программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим обо всем, что волнует родительское сообщество Одинцовского района. Присоединиться к разговору или, может быть, поделиться своими идеями, предложениями и опасениями вы можете по телефону 8 495 508 86 84. Мариана, мы уже поняли, что родительское сообщество волнует все, что связано с детьми. И это вполне нормально. А какие вопросы удалось решить в минувшем учебном году? Евгения, вы знаете, на самом деле вопросы, скажем так, может быть, с одной стороны, они не глобальные. С другой стороны, для каждого родителя свой вопрос, он всегда самый важный. Поэтому, если так суммировать, то это, конечно, какие-то частные случаи в школе, какие-то моменты. Может быть, что-то родители недопонимают, особенно новые родители, которые приходят в первый класс, в начальную школу. Какие-то вопросы, связанные и с детьми-инвалидами, и какая-то досуговая деятельность, и образовательные маршруты. Тоже очень много вопросов. Также были вопросы питания. С родителями обсуждали, очень тесно с управлением образования работали. Мы делали по запросу, уполномоченному по правам ребенка Московской области, Ксении Мишоновой. Мы делали мониторинг по питанию в нашем районе. То есть, насколько дети, насколько родители, потому что там было разделение этой анкеты на две части, удовлетворены качеством питания и предоставляемых услуг. И каковы результаты этого мониторинга? Вы знаете, на самом деле результаты были положительные. Меня это очень радует, потому что, в принципе, мы тоже мониторим отклики родителей. Если там бывают какие-то отрицательные моменты, конечно, мы сразу берем это на контроль и доносим до управления образованием, что есть какая-то проблема. Хотя я думаю, что они, конечно, тоже в курсе всего. Но зачастую бывает, что у родителей какие-то моменты, которые, может быть, скажем так, не озвучиваются где-то высоко, но, тем не менее, где-то в пределах класса это есть. Соответственно, конечно, легче это решить, нежели это потом вырастет в какой-то большой нарыв, да, и будет какое-то там, какое-то недовольство. Так что много вопросов. И касательно здоровья детей. Тоже мы в очень тесном контакте с нашей Одинцовской ЦРБ, с нашим главврачом по детству, заместителем главврача по детству Нинопалной Чуприковой. Огромная ей благодарность. Вот. И как бы, на самом деле, стараемся охватить все-все-все сферы жизни наших детей. В сюжете говорилось про горячую линию родительского сообщества. Работает ли она сейчас? И если да, то с какими вопросами можно на нее обращаться? Она работает. Она работает в режиме 24 часа 7 дней в неделю. Действительно горячая линия. Любые вопросы, которые касаются детей. На самом деле, если что-то можно сразу решить или объяснить, то это можно сделать сразу по телефону. Если нет, то у человека берется обязательно контакты, телефон, описание проблемы. И дальше мы уже пытаемся, скажем, доносить до тех или иных чиновников, в чей функционал входит этот вопрос. Решаем. Потом уже как бы выходим на людей с каким-то конкретным ответом или решением. Много звонков поступают обычно на горячую линию. Но сейчас понятно, лето, наверное, более или менее человек на линии отдохнул. Да, на самом деле сейчас было такое определенное затишье. Вот точно знаю, что ближе с началом учебного года будет очень много звонков по разным вопросам. Действительно, с одной стороны, нас это радует. Потому что если человек звонит, значит, с одной стороны, он нам доверяет. Он верит вот в эту вот, скажем, схему, да, она работает. Потом, ну, на самом деле, знаете, нет ничего более надежного иногда, чем сарафанное радио, да. И, скажем, люди обмениваются каким-то мнением, да, кто-то говорит о том, что мы помогли, да, что мы что-то рассказали. Поэтому если люди обращаются, это здорово, это отлично. И мы рады, что мы можем кому-то помочь. Наверное, в феврале время такое тяжелое для всех, и для управления образованием, и для родителей тоже. Это время подачи заявлений в первые классы. Как вы пережили этот период? Ну, действительно, сложный период. Да, происходят какие-то постоянно, но даже не то, что новшества, происходят, может быть, какие-то уточнения с каждым годом. Но, скажем так, в этом году полностью прием первый класс, ну, перешел на портал. То есть надо было через портал подавать документы. Ну, многие, конечно, родители волновались. Может быть, были вопросы, как лучше сделать, как правильно, как что. Вот, поэтому мы тоже со своей стороны оказывали всяческую поддержку, рассказывали. Говорили, где можно найти информацию, куда человек с ребенком прикреплен, к какой школе. Вот, даже звонили, спрашивали, вы знаете, вот, как бы, мы думаем, вот у меня ребенок должен пойти в первый класс, и мы как-то можем выбрать, там, ту или иную школу. И вот у ребенка есть вот такая направленность, например, куда бы его лучше отдать, что вы посоветуете. Ну, в общем, даже были такие вопросы. То есть к таким вопросам, в принципе, тоже можно обращаться? С любыми вопросами. Конечно, нет. Ну, а как? Ну, любые вопросы, понимаете, если это касается ребенка, да, если там родители звонят, я понимаю, что для человека это актуально, это волнующий вопрос. Поэтому, если в наших силах, мы всегда рады ответить. Ну, особо сложная ситуация во время подачи заявлений в первый класс складывается вокруг круглой школы. Вы каким-то образом следили за тем, как там подаются заявления? Ну, вы знаете, во-первых, мы, скажем так, мы общались с родителями, которые собирались подавать документы, потому что тоже, скажем там, как бы был такой достаточно большой там, как бы ажиотаж и волнение у родителей было, да. Поэтому мы, скажем так, объясняли, что все будет, естественно, в правовом поле, будет определенный регламент, будет процедура. Этот регламент был управлением образования, администрация Денцовского района озвучена. Поэтому, скажем так, мы пытались родителям их успокоить, да, и у нас даже была и встреча с начальником управления образования. И, там, скажем, ну, какие-то, может быть, моменты мы пытались, скажем так, нивелировать. Понятно, что родители беспокоятся. Людимый аттракцион с очередью и записью, он все равно работал. Ну, скажем так, в этом нельзя родителям отказать. Это их инициатива, поэтому если они считают, что вот таким образом, да, они организовывали очередь, это, да, это их, естественно, это их дело. Единственное, сразу говорили, да, что прием все равно документов будет по порталу. То есть они как по той очереди, которая выстраивается из отчисления детей, все равно будет по времени подачи документов. Более того, по-моему, в большинстве школ даже на подачу документов приглашали исключительно по номеру подачи заявления на том же самом портале. Ну, вы знаете, может быть, да, ну, тут, скажем, разные схемы, конечно, все хочется сделать максимально комфортно для родителей, вот, но у нас со стороны общественной палаты были представители, которые мониторили и, скажем так, были такими наблюдателями по процедуре приема документов. И, в общем, насколько я знаю, все было очень корректно, и, в общем, не было вопросов со стороны наблюдателей. Ну, после февраля можно было немножко передохнуть, где-то примерно до апреля, когда начали выдавать путевки в сад. Очень много поступало вопросов, связанных с выдачей путевок. Вы знаете, на самом деле не очень много, вот, единственное, ну, конечно, я знаю, что это волнительный момент. Вопросы поступают скорее от родителей, что в том плане, что не очень понимают, да, говорят, что вот мы там подали документы, да, вот как нам понимать, когда может быть ответ, когда может подойти наша очередь. То есть такие вопросы тоже бывают. Может быть, скажем так, родители не всегда ориентируются в этом процессе. Но, в принципе, я знаю, что дошкольное отделение, управление образованием, в принципе, всегда идет на контакт, и они готовы дать ответы на вопросы. Да, ну, а если уж какие-то совсем, скажем, сложные вопросы, ну, тогда мы тоже как-то в ручном режиме звоним и пытаемся разъяснить эту ситуацию. Поступают ли требования, да, там, выдать путевку, помогите, посодействуйте, сделайте так, чтобы выдали? Нет, ну, на самом деле, вот таких вот требований нет, потому что, ну, наверное, как бы люди знают о том, да, говорят о том, что да, вот у нас критическая ситуация, там, что-то очень надо. Но, опять-таки, есть правила, есть регламент, и тут, ну, к сожалению, никто не хочет нарушать закон, поэтому хотелось бы, конечно, наверное, всем помочь, всех зачислить в сад. Это действительно всем хочется, ну, как бы, есть процедура. Так я знаю, конечно, родители собираются в очереди, да, вот эта процедура, хоть она, в общем, максимально, вроде бы, облегчена, да, можно и на портале подать, да, и можно все в электронном виде, но, наверное, родители все равно хотят безопаситься. Ну, мне кажется, здесь еще есть момент незнания, сама с этим столкнулась, мне надо было просто поменять приоритет садов в очереди. Я, конечно, пришла, и мне тоже захотелось в большую очередь встать, пока сотрудники управления образования не разъяснили, что это все просто берется листочек и пишется, на самом деле, заявление, все, не надо в очереди стоять, и можно отправить вообще заявление по почте. Ну, на самом деле, вот, наверное, Жень, вы правы, что работа с родителями – это очень большой пласт успеха, то есть, если правильно эта работа выстроена, то, наверное, проблем будет меньше. Ну, соответственно, мы стараемся по мере возможностей и сил в этом помогать. Вот, кстати, Марьян, вы такая девушка, сочувствующая, сопереживающая. Как удается не принимать все это близко к сердцу, все эти проблемы? Не удается. Наверное, не удается. Нет. А как удается успешно работать? На всех ведь сердца не хватит. Не знаю. Ну, вот, пока не знаю. Пока хватает времени. Хотя, опять-таки, ну, наверное, просто такой человек по характеру. К сожалению, скажем так, не могу абстрагироваться. Опять-таки, когда родители обращаются, всегда хочется всем помочь. И как-то, опять-таки, бывают очень разные ситуации. Была действительно тяжелая ситуация. Поэтому сложно абстрагироваться. Но, с другой стороны, когда удается помочь, вы не представляете, какая-то радость, какой-то стимул действительно для того, чтобы как бы дальше работать. Компенсация хорошая получается. Да, да. На самом деле. Ну, я думаю, что общественники, они так работают. Абсолютно на вот таком вот драйве. Абсолютно на вот как бы таком внутреннем позитиве. Потому что это, ну, наверное, какой-то просто запрос души. Мне кажется, это талант все-таки тоже определенный. Быть общественником. Не каждому дано. Ну, вы знаете, если, в принципе, у человека есть желание, если человек умеет слушать и, скажем, и слышать, то я думаю, что это здорово. И это уже большой залог успеха. Вопрос безопасности волнует всех родителей. Конечно, родительское сообщество этим вопросом тоже уделяло большое внимание. Давайте посмотрим материал о родительском патруле. Улица Маршала Жукова – одно из самых оживленных мест в городе. Школьники спешат на занятия, водители – на работу. Здесь на трех нерегулируемых пешеходных переходах Одинцовские автоинспекторы вместе с инициативными родителями провели очередной профилактический рейд. У нас очень много детей страдает именно на пешеходных переходах. Поэтому на каждый пешеходный переход ДПС не выставишь. И у нас такая появилась необходимость в обязательном привлечении родителей. Необходимость создания родительских патрулей в Одинцовском районе для контроля безопасности детей на дорогах обсуждалась давно. К нам в сообщество родителей Одинцовского района обратились представители нашего Одинцовского ГИБДД и попросили помочь сделать вот такую очень нужную на их взгляд акцию. И мы обратились в школы города Одинцова с просьбой провести определенное анкетирование среди родителей и узнать, кто бы хотел присоединиться к такому движению. В нашем районе акция «Родительский патруль» проходит во второй раз. К волонтерскому движению уже присоединились более 30 неравнодушных мам и пап. Объясняю, что нужно внимательно смотреть направо-налево при переходе пешеходного перехода. И не только смотреть, а еще контролировать движение машины. Все равно не исключить тех людей, которые нарушают и будут нарушать, но в наших интересах постараться предотвратить. Организаторы движения «Родительский патруль» считают, что такие совместные рейды необходимо проводить в Одинцовском районе регулярно. Они уже доказали свою эффективность. В прямом эфире телекомпания «Родительский патруль» программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим о родительском сообществе. Наш телефон 8495 508 86 84. Марьяна, родительский патруль, сколько рейдов, если можно так сказать, провел в минувшем учебном году и будет ли он работать в этом? То, что он будет работать, я уверена. Сколько рейдов, Евгения, вот прям затрудняюсь. Ну, прямо было много-много-много. Сейчас вот прямо навскидку вам не скажу, но на самом деле вот сразу могу сказать, что на мой взгляд очень нужная вещь. И я очень благодарна Одинцовской гимназии номер 11, которая поддержала эту инициативу. Поддержала не только администрацию, главное поддержали родители. И вот у нас на самом деле получился такой очень хороший тандем в этом отношении, потому что родители действительно увидели необходимость. И действительно с нами согласны, что это надо развивать. Поэтому мы очень надеемся, что в этом году к Одиннадцатой гимназии присоединятся еще другие школы нашего района. Это будет здорово. Тем более вот эти пешеходные переходы на улицу Жуково достаточно опасны. И таких в городе на самом деле не так уж и мало. И, конечно, детям помощь родителей нужна. Ну, это, конечно, это еще более актуально, наверное, в темное время суток. То есть когда утром, да, зимой, конечно, светает поздно, конечно, для детей это очень важно их направлять. Потому что, ну, вот сами видели, как дети, конечно, иногда бывает просто бегут, торопятся. И, к сожалению, это может, ну, как бы не очень хорошо закончиться. И как дети реагировали на предложенную помощь? Ну, вы знаете, нормально реагировали так, ну, как бы хорошо. Ну, у нас были специальные жилеты, где сзади была надпись дороже, родительский патруль. То есть, в принципе, так скажем, никаких вопросов, типа, что вы здесь делаете, не было. Поэтому все были довольны. Все были довольны, да. Поэтому я надеюсь, что от этого только позитив. Марьяна, до нового учебного года осталось всего пара дней. Приемка образовательных учреждений позади. Принимали ли активные родители в ней участие? Ну, вы знаете, в этом году, скажем так, мы находились на связи с управлением образования, да, и в таком, скажем, вот, дистанционном режиме участвовали в этом. Мы знаем, что, в принципе, ну, там, как бы много работы велось, да, и было доложено о том, что все образовательные учреждения у нас приняты в районе. Ну, как бы, если какие-то моменты были, да, мы всегда, как бы, в ручном режиме управления образования говорили, скажем, какие-то там родительские, может быть, там, замечания или опасения. Были ли какие-то пожелания от вас к тем, кто принимает образовательные учреждения? На что обратите особое внимание? Ну, на самом деле, все, что касается, конечно, безопасности, это всегда приоритетно, и, конечно, родители всегда просят на это обратить внимание. Безопасность детей, это самое главное. Ну, мы знаем, что, конечно, в этом году очень большие деньги выделены на, как бы, безопасность в школах и садах. Это здорово, действительно, это может только приветствоваться, поэтому... А вот что касается доступной среды, все ли в порядке с ней в наших школах? Вы знаете, опять-таки, мы проводили мониторинг совместно с общественной палатой Одинцовского района. У нас был круглый стол по доступной среде вообще в районе. И мы от сообщества, естественно, отвечали за классы образования, то есть это сады и школы. То есть можно говорить о том, что школы у нас все с доступной средой. Единственное, в той или иной степени, да, но везде доступная среда есть. Поэтому, ну, как бы в этом отношении, в принципе, все как бы удачно. И первый год в России проходит акция «Дети вместо цветов». Принимает ли в ней участие Одинцовский район? И что это за акция такая? Вы знаете, Одинцовский район принимает. На самом деле много школ принимают участие в этой акции. Действительно, она существует несколько лет. И была такая инициатива присоединиться к этой акции. Смысл в чем? В том, чтобы в этот день, 1 сентября, скажем, она называется «Дети вместо цветов». То есть вместо, ну, опять-таки, это было предложение, да, чтобы вместо большого количества цветов, которые дарят учителям, купить один самый лучший, самый красивый букет и подарить своему учителю. А те деньги, скажем так, которые предполагалось потратить на вот эти закупки цветов и на подарки, например, ну, скажем так, перевести в какие-то благотворительные фонды, хосписы. Ну, на самом деле, очень много, скажем так, есть организаций, которые занимаются помощью детям, реабилитацией, лечением. Действительно, действительно, необходимость есть. Поэтому вот такая акция возникла. Действительно, у нас много школ в районе участвует. И, ну, скажем так, было в прошлом году подсчитано, что в 2017 году в среднем на цветы планируется потратить по России 3,2 миллиарда рублей. Это вот как бы взяли такую среднюю цифру на количество детей, которые собираются пойти в школу, и средней стоимости букета 500 рублей. Ну, поэтому, скажем, предположили, что если какую-то часть средств перевести на нужды детей, то, в общем, наверное, это было бы здорово. Поэтому, ну, на мой взгляд, скажем так, хочется, конечно, чтобы эта акция шла от души, от сердца. Я не думаю, что кого-то надо заставлять. Любой хороший поступок, любая благотворительность, конечно, должна идти из глубины души. И человек, который хочет помогать, он открыт, конечно, всегда, весь год, всю жизнь к добрым делам. И не обязательно, конечно, это делать 1 сентября. Естественно, это можно сделать любой другой день. Я единственное считаю, что, может быть, имеет смысл именно 1 сентября рассказывать нашим детям о том, что такое благотворительность, о том, для чего она нужна, кому мы хотим помогать. На самом деле, рассказывать об истории благотворительности в России. Потому что в России эта история уходит глубоко, корнями. И она существует очень давно. У нас очень богатая благотворительная история. У нас было очень много меценатов, действительно. То есть это не что-то новомодное, что пришло к нам откуда-то из других стран. Действительно, Россия славится действительно добрыми людьми, добрыми делами. И мы рады, что сейчас это поддерживается. Очень много меценатов, действительно. Очень много каких-то коммерческих фирм, которые помогают. Ну и просто людей, которые неравнодушны к проблемам других. Чтобы принять участие в этой акции, кто должен проявить инициативу? Руководство школы или, например, родительский комитет какого ли это из класса? Вы знаете, ну тут на самом деле очень, так скажем, такая неоднозначная ситуация. То есть это может быть и позиция школы. Почему бы нет? Они могут решить, что вот, например, наша школа участвует. И я знаю, что в прошлом году, опять-таки, Одинцовская гимназия, номер 11, таким образом участвовали, вот они сказали, что мы так поддерживаем. Централизованно. Да, централизованно. Опять-таки, это может быть и позиция родителей. Почему нет? Ну, единственное, просто она должна находить понимание и учителей. То есть хочется, чтобы просто, скажем так, никто, никого это не обижало, чтобы это все было с пониманием. И я надеюсь, что, скажем, если у родителей есть такое желание, они всегда могут, конечно, договориться с учителем. Ну, или поучаствовать, скажем, потом в этой акции каким-то другим способом. Спасибо, Марьяна, что пришли к нам сегодня в студию. До конца каникул осталось два дня. Совсем скоро новый учебный год начнется. И хочется пожелать силы терпения и родителям, и педагогам, ну, и, конечно же, школьникам, чтобы максимально много новых знаний удалось получить в новом учебном году. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok